Будущее отечественной науки и промышленности глава Чуваши обсудил с молодыми учеными республики. Молодые люди рассказали Михаилу Гнатьеву о том, как ведутся научные исследования и разработки в учебных заведениях и организациях. Показали свои проекты. Юрий Бычков, молодой ученый, работает на предприятии «Бреслер» и преподает на кафедре в ЧГУ. По его словам, чувашские предприятия электротехнического кластера уже давно заслужили хорошую репутацию. Но чтобы и дальше это направление экономики развивалось, необходимы не только финансовые вложения. По нашим специальности в Чебоксарах людей много, специалистов, у которых и научные базы есть, и с практической базой проблем тоже нет. Но не всегда удается их привлечь в университет. То есть и денежный вопрос, и вопрос с организацией работы тоже есть. Бывает так, что человеку выгоднее на одном рабочем месте, чем поделять время. И как бы ездить в университеты, преподавать. На встрече подняли вопрос и о развитии пищевой промышленности. Ирина Ершова, председатель Совета молодых ученых и специалистов, кандидат технических наук, рассказала о новом производстве, которое становится актуальным с точки зрения импортозамещения. Кроме производства элитного сыра, нашим проектом и Российским Союзом сельской молодежи предусмотрено производство шоколада без всякой химии. Чувашия может стать второй Швейцарией по производству элитного шоколада. Мы планируем обучить как минимум 100 семей. Начнем с сельской молодежи. Но необходимо поддерживать не только тех ученых, которые развивают производство. Фундаментальная наука тоже требует вливаний, чтобы студенты не уезжали в разные города. В Чувашии учреждены 8 государственных молодежных премий в различных областях науки и техники, литературы и искусства. Размер каждый 50 тысяч рублей. Ежегодно тысячи молодых специалистов разных сфер экономики достаиваются специальные стипендии главы Чувашской республики за особую творческую устремленность. Из них около 100 человек – работающие молодежь. В республике несколько десятков предприятий, которые в рамках своей деятельности ведут научные работы. Согласно последним данным Чувашстата, почти 1300 человек занимаются разработками на предприятиях. 13 из них – доктора наук, 72 – кандидаты наук. Ученые республики ведутся исследования по более 200 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. Созданы 85 научных школ. Вы в своей жизни добились определенных успехов уже и еще стремления у вас есть. Вот это сокровище нашего общества, сокровище ваше. И эти достоинства вы должны только дальше, будучи уверенным в себе, в своих силах, еще подбатривать своих коллег, друзей, для того, чтобы они тоже подтягивались за вами. Тем более у нас приоритет в нашей государственной политике направлен на то, чтобы вкладывать инвестиции в умы. Через эти умы производить новый продукт. На встрече наградили победителей республиканского конкурса «Среди молодежи. Лучший бизнес-план инновационного проекта по созданию продуктов биоиндустрии». А также вручили денежные сертификаты за научные разработки в области сельского хозяйства. Глава республики пожелал победителям конкурса, чтобы все их разработки были востребованы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.